Очевидно, что сейчас IT-индустрия переживает бум. Давайте обсудим перспективные специальности в этой сфере на ближайшие годы. Меня недавно звали на конференцию Future Buy, на которой я подготовил целый доклад, но решил, что доклад этот пропадать не должен. Поэтому я рассказываю вам в виде видео. Поехали! Итак, прежде чем говорить о том, собственно говоря, какие перспективы карьерные могут быть у программиста, давайте обсудим плюсы и минусы этой профессии. Благо тут есть на канале такие видео, но давайте вспомним об этом еще раз. Итак, самый главный, самый важный плюс работы программиста, и вы о нем знаете, собственно говоря, наверное, именно поэтому вы сейчас на этом канале, это, конечно же, высокие зарплаты. Вызваны они очень многими аспектами. Но давайте так, я сразу хотел не сказать небольшой дисклеймер. Я буду говорить в первую очередь про Украину, потому что я украинец, я живу в Украине. И ситуация в других странах, ну, я примерно представляю, но когда я буду о ней говорить, ну, я буду косячить. Поэтому зачем, для чего, делайте ссылку, если вы живете в другой стране, может быть, ситуация у вас немножко отличается. Может быть, даже сильно много. Я говорю про Украину, окей. И белорусам из Фьючербаи я тоже рассказывал про Украину. Итак, высокий доход вызван в первую очередь, конечно же, бумом в IT-в IT, из-за того, что работа происходит на западной компании по западным рейтам. А тратятся деньги здесь. Это очень удобно и очень выгодно самим сотрудникам. Плюс к этому в Украине сложилась очень классная, офигенно мощная школа разработчиков. На сегодняшний момент это, наверное, одни из лучших, ну, десятку лучших по миру, так точно, входит разработчиков. Плюс к тому, ну, цена с точки зрения именно рейта, которые предоставляют заказчику, она достаточно небольшая. Ну, как сказать, небольшая, мы уже, конечно, гораздо выше, чем индусы и китайцы. Было бы странно, если бы было ниже. Но уровень навыков, уровень качества кода, конечно, просто не сопоставим. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Второй плюс работы программистом – это свободный график. Ну, то есть, как свободный? Понятно, что никто не будет держать программиста, который вообще не ходит на работу и ничего не делает. Это в любой профессии так, да? Но какие-то там опоздания на плюс-минус 15 минут, плюс-минус час, плюс-минус два, плюс-минус три, в зависимости от компании. Это вообще, как бы, ну, просто индустриевает ситуация. Поэтому многие программисты, и меня в том числе, это очень сильно радовало. Это одна из тех особенностей, от которых фиг отучишься, если ты потом переходишь в другую индустрию. Ну, прям клево. Третье преимущество – это, как бы, программисты это считают себя, и, возможно, в чем-то не заслуженно, в чем-то заслуженно отдельные интеллектуальные касты. Из серии только мы можем это сделать. А вы, ну, вот эти вот, все, которые этого не понимают, которые говорят, ты же программист, ну, они, как бы, немножко недоделаны. Чувство себя элитой – это прям приятно. Конечно же, работа на западную компанию. Ну, в большинстве случаев, если мы говорим про Украину, больше 80% разработчиков работают на запад в любом виде. Или это аутсорс, или это аутстав, или это продукт, ориентированный на запад, или это прямая работа прямо в штате западной компании. Но потому что рейтинг, ну, в смысле, цены, которые выставляют украинские разработчики, совершенно не в состоянии оплачивать украинский рынок. То есть, здешние компании, производящие, ну, очень мало кто из компаний может потянуть рейты украинских разработчиков. Поэтому сапожник без сапог. Программисты – одни из самых сильных, автоматизация в украинском бизнесе – одна из самых слабых. Потому что, ну, просто тупо очень дорого. И, в общем, да, это совершенно не исключение ситуации, когда крупнейшая фирма, там, имеющая множество заводов, пароходов, пользуется для автоматизации каким-нибудь 1С, который, там, умирает под нагрузками. Но ребята просто не могут нанять нормальных разработчиков, потому что, блин, их дохода не хватает, чтобы конкурировать с каким-нибудь шалом условным. Вы понимаете? Ну, и, конечно же, программирование – это профессия будущего. Это одна из тех профессий, которые всегда находятся в списке тех профессий, которые не умрут. Да, вы знаете, регулярно выходят списки профессий, которые должны скоро умереть. Там, водители, там, какие-то машинистки, еще что-то. Но эти профессии уже фактически умерли, да, многие? Водители еще живы, но вы поняли. Программисты всегда в списке профессий будущего, ну, в одном из первых 10 мест. В большинстве случаев прямо на первом. И это, конечно, прикольно. Но есть и недостатки. Первый недостаток – профессия программиста подходит далеко не всем. Это, как бы, очевидный недостаток, и вы все понимаете. Потому что если бы она подходила всем, мы бы сейчас все были программистами, все бы сейчас программировали. И тут есть аспекты, связанные с, в первую очередь, с, как бы, так сказать, профессией тяжелой, с одной стороны. Реально тяжелая. Если вы считаете, что тяжело только мешки таскать, то нет. Технически, ну, профессия, которая требует физической силы, она может быть физически тяжела. Но программирование, оно тяжело во многом, в моральном смысле, да. Ты постоянно находишься в состоянии, когда ты не можешь сказать, да, я знаю, я это сделаю, я понимаю, когда. Ты постоянно в стрессе, потому что ты никогда не успеваешь. Ты постоянно в стрессе из-за того, что ты не понимаешь, как это сделать. Ты постоянно в стрессе, потому что у тебя не получается. Но это больно. Очень многие люди не терпят такой режим работы. Второй негативный аспект профессии программиста. Невозможно получить результат с первого раза. Практически никогда. Ситуация, когда программист что-то написал, и такой тяп-ляп, и уже все заработало. Ну, скорее исключение. Даже не то, что скорее исключение, а довольно редкое исключение. Когда у меня получалось так, что я что-то написал, оно сразу заработало так, как надо. Я тут же начинал покрывать это все со всех сторон тестами, потому что так не бывает. Блин, чуваки, давайте исправлять. Так, нет, нет, это неправильно. Тут что-то не то. Профессия не очень подходит непоседам, да, людям, которые очень много хотят общаться с другими людьми. Побежал туда, побежал сюда. Это одна из тех профессий, которые сложно освоить за короткий срок, да. В отличие от многих модных сейчас профессий, особенно в сфере маркетинга, которая осваивается достаточно быстро, там на протяжении 2-3-4 месяцев, человек уже вполне профессионально, нормально работает. Профессия программиста освоить за 2-3 месяца в большинстве случаев может только человек, у которого уже есть какой-то программистский бэкграунд, который уже что-то писал, который уже что-то разбирается, с нуля освоить эту профессию за такой срок практически нереально. То есть, да, у меня тут были ситуации, когда человек там с полного нуля отучился там за 4,5, за 5, за 6 месяцев, но это далеко не все так могут, да. Еще один пункт, который можно считать плюсом и минусом – профессия требует непрерывного развития. Есть определенное количество людей, и оно довольно большое, которые хотят выучиться и просто работать, и увлекаться тем, что за пределами работы, и никогда не интересоваться тем, что касается работы, не считать, не слушать, не знать ничего об этом. А нет, программирование категорически для этого не подходит, это такая сфера, в которой вы обязаны читать, слушать, ходить на конференции, смотреть видосики, следить за новостями, понимать, что там вообще происходит, и не отставать от рынка. Ну, не знаю, как для кого, для меня это было одним из преимуществ профессии, но есть огромное количество людей, которые именно из-за этого эту профессию не терпят. Пятый недостаток – это, конечно же, требования по знанию английского. Ну, как недостаток? Тоже недостаток для одних людей, а для других – преимущество, потому что, ну, наконец-то я выучил английский. Ну, потому что, в принципе, быть нормальным программистом, не зная английский, ну, фактически невозможно. Шестой недостаток – это то, что интересность проекта в сфере программирования обратно пропорциональна ее зарплате. То есть, чем интереснее проект, тем меньше зарплата. Чем больше зарплата, тем говеннее, черт знает какой, скучный, занудный, неправильный проект. Чем выше зарплата, тем хуже, хуже и печальнее становится на проекте. Ну, и наоборот. Седьмое. У программистов есть определенный срок годности, есть ситуации, когда вы просто откровенно выгораете на профессии, ну, потому что чувствуете, что вас кообходят люди, которые недавно в нее пришли, у которых свежий мозг, которым хочется этим заниматься, а вы такой сытый кот, там уже 10 лет та же, 15, и вы чувствуете, что пора бы ее менять. А тут есть следующий недостаток – ловушка профессии. Вы получаете очень большие деньги, и поэтому получить аналогичные деньги в другую отрасль, особенно с нуля, практически невозможно. И поэтому, ну, очень много народу остается в профессии, несмотря на то, что они уже выгорели и вообще не хотят там заниматься ничем. Ну, и еще последний недостаток, которым я хотел сказать – это делаю ли я что-то полезное. Очень часто программисты, получающие большие зарплаты, вообще не видят своих клиентов, вообще не понимают, для кого они это работают, потому что большие зарплаты как раз в крупных корпорациях, и вы вообще оторваны от клиентов, и в результате получаете ситуацию, когда вы, ну, такой, как бы, вроде я что-то делаю, мне много платят, но я вообще не знаю, нужна ли моя работа, да? Ну, в некоторых случаях вы делаете что-то, обычно это обратно пропорционально, как я уже говорил, уже по зарплате, и это нужно прям миллионам людей. Вы видите, что на эту кнопочку, которую вы сделали, особенно в серии фронт-энда, да, там нажал миллион человек, это прям клево, да? А вот в энтерпрайзе, особенно кровавом, ну, вообще часто оказывается, что этот проект нужен был только для того, чтобы удовлетворить обидцей какого-нибудь там вице-президента, и все. Итак, поговорим о том, что творится сейчас на рынке. Текущая ситуация на рынке работы. Из-за вот этого сильного перекоса, из-за того, что украинский рынок практически полностью работает на аутсорс, мы получаем ситуацию, когда работать с сотрудником, который не в состоянии работать самостоятельно, просто нет смысла. Поэтому требования на медла, джуна и синера практически идентичны. Я вам больше скажу. Джуна без опыта, как правило, на собеседовании гоняют гораздо более жестко и сложно, чем синера с 10 годами стажа. Привет! Вот такая ситуация. Почему так получается? Все очень просто. Синер с 10 годами стажа уже доказал, что он в состоянии нормальной работы на этом бизнесе, и если мы его наймем, он нам будет приносить доход каждый месяц. Если же мы нанимаем джуна без опыта, то терро инкогнито. Может быть, он будет работать, может быть, и будет. И мы рискуем просто очень сильно пострадать по деньгам. Поэтому рынок такой... Чуваки, давайте мы его сейчас жестко прособеседуем, потому что он должен уметь самостоятельно работать в случае чего. Поэтому порог входа в айтишку сейчас просто запредельный. Я же говорю, что с джунов собеседуют гораздо более жестко, чем с синеров во многих случаях. Вакансий при этом очень много. Как говорят знакомые рекрутеры, ситуация даже ухудшилась по сравнению с тем моментом, когда было 0.3 резюме на вакансию. Охотятся рекрутеры, выстроили сейчас уже себе просто какие-то запредельные сложные алгоритмы по тому, как они сорсят. Да, у них отдельная профессия уже есть. Людей, которые ищут потенциальных кандидатов. То есть рекрутеры разделились на тех, кто проводит собеседование и, в общем-то, подготавливает человека к работе. И отбирают людей. И тех, которые находят тех, с кем можно общаться. То есть как бы маркетологи и продажники. Там уже все, сейчас дикое количество денег вкладывается в рекрутинг. Но все эти вакансии от Middle Plus. Вы должны быть минимум-миддл разработчиком для того, чтобы это вас касалось. Если же мы говорим про вакансии Джуна, то, как правило, это наоборот 200 резюме на вакансии. Ну и, естественно, как я уже говорил, все это вызвано исключительно в IT-в IT-хайпом. Привет, куда от него деваться. Итак, что со всем этим делать? Я рассказывал в других лекциях. Сейчас подробно разбирать не буду. Но вкратце, в принципе, сделать с этим что-то можно. И если вы, наконец, все-таки получили себе первый оффер и сумели продержаться там хотя бы полгода, все, вы в обойме. После этого никаких проблем с работой у вас не будет никогда. Ну, и за исключением, если вы уже сделаете что-то уж совсем тотальное, хреновое. Например, зверски наврете работодателю или еще что-то такое. Но я об этом рассказывал в отдельных видео. Ты программист на ООП языках уровня June Middle и тебе кажется, что ты пишешь говнокод? Ну, привет. Приходи на мой авторский курс Grasp & Gov Design Patterns. Паттерны — это готовые схемы решения типовых задач, которые позволяют упростить и ускорить процесс разработки. Всего в курсе рассматривается 35 шаблонов. Для каждого из них видео-лекции, которые веду я. А у меня, как вы знаете, 20-летний опыт программирования сеньорной позиции Luxoft, Netcracker и Interpro. Ну, и умение объяснять. А также практическое задание с проверкой. То есть в общей сложности 35 лекций и 35 заданий. Плюс раз в две недели вебинар с группой с ответами на их вопросы. Обучение онлайн. Старт ближайшей группы 1 сентября 2021 года. Зарегистрируйся сейчас и приобретай курс по самой низкой цене. Итак, давайте поговорим о том, как строится, ну, в смысле, на каких языках, в каких профессиях сейчас в основном работают программисты в Украине. Вот это последний, сейчас вы на экране видите, последний рейтинг языков программирования. Ну, честно говоря, он не особо показательный в плане того, что он весь в перемешку. Да? То есть мы здесь видим и JavaScript, и Java, и C Sharp, и C, то есть Swift, которые используются в совершенно разных областях разработки, как вы понимаете. Давайте поговорим лучше об областях разработки. Это гораздо более интересно, согласитесь. Ну, динамику пропустим. Так, сфера работы. Итак, что мы имеем вот на этом графике? Мы видим здесь, что бэкэнд практически занимает около 60% всех разработчиков Украины. Почему? Потому что надо понимать, что бэкэнд растет неограниченно. Вы не можете выращивать фронтэнд такой сложности, что он был бы сопоставим по сложности с бэкэндом, потому что эту хрень просто не потянет браузер. Понимаете? Она сдохнет под ним. Поэтому там выкидывают, там упрощают и так далее. На бэкэнде, поскольку компьютеры становятся все мощнее, можно выращивать какие-то черт знает какого размера приложения, и на них нужно, естественно, огромное количество разработчиков. Что мы и видим на текущий момент. Вот. Тогда как второе по популярности направление, в котором работают украинские разработчики, это, конечно же, фронтэнд. Видите, оно очень сильно отстает. Ну, и еще примерно настолько же отстает следующее по популярности направление, это мобильная разработка. Фактически, разработка любого серьезного современного приложения состоит из трех частей. Разрабатывается довольно сложный бэкэнд, и к нему имеются две мордочки. Одна мордочка для браузеров, мобильных и компьютерных. И, собственно говоря, мобильное приложение. Либо два нативных приложения, Android и iOS, либо приложение кроссплатформенное. Но об этом поговорим чуть попозже. Что мы дальше видим из направлений? Дальше у нас Data Processing. Смотрите, он практически догоняет по численности мобильную разработку. Ну, сюда включены сразу и работы со SQL, и работы с Data Scientist, и прочие работы, связанные с обработкой данных. Ну, я немножко удивился, что Doe таким образом объединила. Ну, ладно, это их выбор. Окей, Data Processing, так Data Processing. Дальше что мы видим? Как ни странно, несмотря на все мои представления о том, что десктопная разработка в Украине практически умерла, я был неправ. В следующем, как вы видите, идет десктопная разработка. Что, на чем там разрабатывается? Сейчас поговорим об этом более подробно, когда до этого дойдем. Системная разработка, QA, Fullstack девелопера, ну, такое все, знаете, разработка. И вы видите, там есть то, что нас интересует еще дальше. Это IoT, то есть разработка embedded софта и разработка софта под умные устройства. Ну, всякого такого embedded, да. И Game Dev. Как вы видите, в Украине Game Dev не особо популярен. Он, надо сказать, здесь уже серенький. И по сравнению с количеством разработчиков бэкэнда, ну, откровенно исчезающий мал. Но спрос есть, и мы туда движемся. Кстати, вот почему они отделили embedded разработку от IoT, я хоть убейте, не могу понять. Я считаю, что это про одно и то же. Девопсов, кстати, очень мало. Но я думаю, что на самом деле девопсов не так мало, как показано на этой диаграмме. Я думаю, что, скорее всего, девопсы просто не заполняли отзывы, потому что они загружены с оверху донизу. Итак, поговорим о том, о каждой из этих профессий. Что, какие языки там используются. Ну, вот по этому вопросу мы видим, что фронтенд, это, конечно же, практически исключительно JavaScript и TypeScript. Там, конечно, можно еще сделать какие-то запчасти. Именно поэтому, кстати, несмотря на то, что фронтенд разработчиков существенно меньше, чем бэкэнд разработчиков, но поскольку фронтенд фактически весь пишется на JavaScript, из-за этого JavaScript выскочил на первый пункт. Чувствуете, какая тут подстава, да? Если бэкэнд тоже писался на одном языке, мы бы видели там, ну там, предположим, на той же самой Java, мы бы видели вот такую Java, такой JavaScript. Но поскольку бэкэнд пишется на разных языках, то получается, что все, весь этот здоровенный бэкэнд размазан между кучей разных языков. Об этом сейчас поговорим позже. Ну, с фронтендом все абсолютно понятно. Он пишется на JavaScript, и меня очень радует стремительный рост TypeScript. Это приличная альтернатива JavaScript. Единственное, что сам толк, он как язык, очень хорош, но мне очень не нравится вот эта костыльность идеи. Того, что да, у нас кривой JavaScript, на который мы пишем, чтобы браузер нас понимал, но мы не хотим писать на кривом JavaScript, мы выдаем другой язык, который будет компилироваться в JavaScript. Господи, да что же это такое? Ну, почему нельзя сделать так, чтобы браузеры понимали TypeScript прямо из коробки? Я уверен, что большинство разработчиков на него бы перешло. Но, ладно, мое представление о прекрасном это отделе. Посмотрим на ситуацию с бэкэндом. С бэкэндом тут ситуация совершенно четко видна. Естественно, с большим, с ощутимым отрывом религирует Java, но этот отрыв самоотверженно сокращает C Sharp и PHP. Это прям, в общем-то, для меня новость. Я не думал, что C Sharp за последнее время так вырос. Но вы видите, что, в общем-то, как бы конкуренция там такая прям, прям жесткая. То есть, на C Sharp я очень много сейчас пишут, если у вас были сомнения. Вот. И, естественно, очень много пишут на PHP. Чтобы не говорили вам фанаты Пайтона о том, что Пайтон самый популярный язык в мире и так далее, но вы видите, ну, как бы слегка нет. Вот прям совсем нет. Это настоящие опросы настоящих живых разработчиков, в отличие от опросов рейтингов TEOP, например, которые они собирают там по каким-то косвенным признакам. Это вот реальные разработчики. Если вы разработчик Пайтона, не забудьте отправить доу, когда в следующий раз, когда они будут собирать рейтинги, чтобы поднять себе немножко штуку. Я, кстати, абсолютно уверен, что количество разработчиков Java гораздо больше. Просто джаверы, очень много джаверов достаточно возрастных, ну, потому что, как бы, язык не менялся, там хорошо, там тепленько, зарплаты там не падали никуда и так далее. И они, ну, как бы, не заполняют такие опросы. Ну, потому что, типа, зачем? Я вот знаю просто по моим коллегам, из этих коллег, там, по-моему, один я заполнял эти опросы, и то крайне редко, там, раз в несколько лет. Понимаете, да? Тогда, как на люди, перешедшие относительно недавно, вот на тот же самый C-Sharp, там была ситуация, когда он сильно падал, и из C-Sharp очень много народу поуходило, почему-то в фронтенд в основном, а потом он начал расти, то есть, пришло много неофитов в язык, и они активно начинают подавать большое количество, ну, собственно говоря, отзывов, вопросов. Ну, это мое предположение, сейчас мы видим просто голые цифры. Вот. Как ни странно, что меня прям очень сильно удивляет, Scala до сих пор довольно популярный язык для бэкэнда. Я не могу этого понять. Заметим, даже обгоняет Котлин, который, с моей точки зрения, гораздо более приличный язык для бэкэнда. Но, видимо, смотрите, Scala, как и любой функциональный язык, прекрасно подходит для задач потоковой обработки данных. Видимо, таких задач становится все больше, и поэтому потребность в нормальном функциональном языке очень велика. Но Scala, с моей точки зрения, не очень нормальный функциональный язык. Хотя, смотри, с чем сравнивать, действительно. Если просто сравнить со всеми практически остальными альтернативами функциональщине, ну, Scala, наверное, лучше. Как ни страшно это признать. Но мы же не будем брать Clojure, правда, или вообще любые другие варианты Лиспа. Его же читать невозможно, там же убийца вообще. Ну, в общем, ситуация по бэкэнду, вы видите. Ситуация по мобайлу. Что мы здесь видим? Мы видим здесь ситуацию, когда фактически сравнялось количество разработчиков на Свифте и на Java плюс Kotlin. Да, как вы видите, большинство Android-разработчиков переходит на Kotlin и считает себя именно Kotlin-разработчиком, но все же достаточно большое количество продолжает оставаться на Java. Если сложить, получится, ну, очень похоже, да. Вот. Но, ну, и эти количество разработчиков нативных приложений очень сильно оторвано от количества разработчиков на чем-то более извращенных. Например, JavaScript-это явно React Native, да. И Dart, видите, с Flutter-ом. Но они, в общем, ощутимо отстают, скажем, раза в три, в четыре от нативной разработки. Это по поводу популярности направлений кроссплатформной разработки. Тут даже добавить особо нечего. А в направлении IoT и Embedded, да, то, что мне было интересно и то, о чем я хотел сказать. Как вы видите, он, в принципе, фактически весь сводится к CC++, плюс, как бы так сказать, очень много в IoT нужно еще кода типа искусственный интеллект. Вот он пишется, собственно говоря, на Python. Это, по-моему, очевидно, да. А, Embedded Code пишется либо на CC++, смотрите, раз там даже появился внизу, появился, есть надежда на нем, либо на чем-то более-менее экзотическом, типа там вот того же C Sharp'а или типа того же TypeScript'а, господи, Embedded Code на TypeScript'е. Я не хочу думать, кто это был и зачем он это делал. Теперь поговорим про Game Development. Смотрите, что мы имеем из Game Development. фактически мы получаем ситуацию, когда C++ плюс его Engine'ы, типа конечно же всеми любимый Unreal Engine, напоминает, что у нас есть курс по нему, с существенным отрывом лидирует над C Sharp и Unity. Ну, потому что там более серьезные игры можно разрабатывать. Да, я знаю, мне всегда передают привет от Genshin Impact'а. Привет и ему тоже. Вот, ну, C Sharp плюс C++ вместе занимает практически целиком нишу Game Development'а. Там есть исчезающие малые кусочки луа-разработки, ну и разработки на всяких там уж совсем олевых языках. Я так понимаю, на Python'е какой-нибудь искусственный интеллект дописывает, на JavaScript'е какие-то мордочки где-то, там типа загрузчик или еще что-то. Что пишет на чем-то еще, на TypeScript'е, ну, возможно, оно же, да. А луа, кто не знает, это язык для написания сценариев. Он встроен во многие игровые engine'ы, и на нем можно разрабатывать там какие-то плагины или еще что-то такое. По поводу особенностей Game Development'а я тут удаляться не буду, в принципе, по большому счету все я уже рассказывал не один раз. что мы видим из раздела Data Processing. Data Processing, конечно же, лидирует Python и, конечно же, лидирует разные варианты SQL'и. Ну, в общем-то, раз уж Doe взяли и свалили в одну кучу и обработку данных с точки зрения математических моделей и с точки зрения выборки, ну, вот мы и получаем Python плюс куча SQL'и. Ну, еще там исчезающие малые всякие вещи. Но, заметим, SQL'а самотверженно лезет на этот рынок и занимает ощутимое количество работы. Я знаю просто некоторые Data Scientist и знакомые работают как раз на SQL'е. Я не уверен, что это хорошая идея, но говорят, что прям клево. Ну, я не касаюсь этой темы, возможно, я не прав. Ну, и последнее, о чем я хотел поговорить, это ситуация с рынком, IT-рынком Украины именно с точки зрения компаний. Топ-компаний растет, причем очень сильно. Вот, в принципе, по графикам, которые вы видите на экране, вы видите, количество сотрудников практически во всех компаниях увеличивается. Уменьшается, по-моему, только в одном люксофте из топа. Люксофт, кстати, таким темпом скоро из пятерки выпадет. Это прям очень необычно. Ну, вот, я помню, всего 2-3 года назад он был на втором месте. Сейчас свалился на четвертое с тенденцией к понижению. SQL'а самотверженно поджимает его снизу. Прям норм. Но E-PAM очень стремительно растет софтсерф, надо передать им привет. Ну, а E-PAM просто рвет в космос, и я прям даже не знаю, что там вообще происходит. Есть несколько новичков, которых я вообще, например, ничего не знаю. Например, про EvoPlay. Они очень стремительно вырвались аж на седьмое место при старте буквально три года назад. Я, честно говоря, этой компании не знаю, даже не знаю, чем они занимаются. Очень сильно рванули Ajax System, вырвавшись аж на 11-е место. для Embedded разработки это прям очень круто. Ну, в общем, вы видите по диаграмме, что растут все компании практически. А вот график роста количества сотрудников в 50 ведущих IT-компаниях Украины. Как вы видите, от 2017 года, когда в 50 крупнейших компаниях работало вместе 43 тысячи сотрудников, сейчас мы имеем ситуацию, когда в 50 компаниях работают уже 76 тысяч сотрудников. То есть, вы понимаете, это же все равномерно гауссовое распределение, то есть, мы понимаем, что вот примерно такой рост происходит по всей индустрии целиком. Это прям очень офигеть. Как работает сейчас IT-компания в Украине? Фактически все IT-компании выгнали народ по ремонту, но при этом большинство предпочитает все-таки, чтобы сотрудники хотя бы изредка приходили в офис. Поэтому, вот видите, 23 компании из 50 ведущих, частично удаленно, частично в офисе. Полностью удаленно с 13,3, у которой даже закрыли офисы и сказали, все, офисов больше не будет, мы работаем только удаленно. Прикольная тенденция. Я думаю, в среднем по рынку примерно такая же. Рынок пока так себе относится к идее нанимать сотрудников в не своем городе. Почему? Ну, я вам как предприниматель сам скажу. Все же немножко стремно, когда ты не можешь попросить человека приехать, ну, вот завтра поговорить там вот по душам, вот решить какой-то вопрос срочно. Ты можешь, это может и не понадобиться несколько лет, но было бы очень хорошо, чтобы все-таки была хотя бы теоретическая возможность с тем встретиться какой-то тимбилдинг устроить, еще что-то. Просто, когда компания абсолютно вся удаленная, ну, не знаю, я как менеджер немножко страдать начинаю. Хотя мы уже начали нанимать удаленных сотрудников, совсем удаленных, которые никогда не приезжают в офис. Возможно, за этим будущее. Итак, выводы. Что мы имеем? Спрос на эти специалистов в Украине растет традиционно на 25-30% в год уже больше пяти лет. Количество специалистов примерно все это время в среднем растет на 18% в год. Я думаю, надо понимать ситуацию, куда идет тенденция. То есть, еще 5-7 лет и будет, ну, если цифры сохранятся, то мы имеем ситуацию, когда программистов будет не хватать просто чудовищно, просто в 2-3 раза от текущих потребностей. Сейчас нехватка примерно процентов 20-30. И последнее, что я хотел сказать по поводу персектив карьерных для программиста, это рост зарплат в долларах, естественно, на 4-5% в год последние 5 лет. Ну, и вот эта диаграмма тут очень красивенько нам показывает количество откликов на вакансию. Вот вы видите по статистике доу. Они показывают нам, что, в общем-то, в среднем отклики, заметим, это не настоящее резюме, которое у человека можно позвать, человек может не подходить к этой вакансии. Всего 2,5 отклика в среднем на вакансию. Это с моего опыта. Там из откликов у человека, которого можно позвать на собеседование один из пяти. То есть практически один нормальный подходящий отклик на две вакансии. Ну, вот такая ситуация. в общем-то и все, что я хотел вам рассказать. Напишите в комментариях, насколько вам было интересно. Напоминаю, что меня зовут Сергей Немчинский. Подписывайтесь на наши Инстаграмы, Телеграмы, Фейсбуки и прочие соцсети. И люблю вас. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова